Добрый вечер! На канале БукТВ большие итоговые новости в студии Виктория Нечаева. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. Авторы репортажей расскажут о том, что волнует жителей областного центра, какие решения принимаются, какие инициативы реализуются. Коротко о главном. Народная дипломатия по братимству дают возможность чаще встречаться и выходить на новый уровень развития отношений. В Брестском горсполкоме прошла встреча мэра областного центра Александра Рогачука с делегацией из российского Калининграда. Брестскому центральному рынку быть торговые объекты ждет масштабная реконструкция в планах объединения территорий колхозного рынка и старого автовокзала, создания квартала, который станет еще одной площадкой притяжения для горожан и гостей. Как работает и чем живет сегодня подстанция скорой медицинской помощи в Заречном районе? Корреспонденты БукТВ увидели под нагодную тяжелой профессии команды скорой. Нам лето не лето, работать хотим. 900 бойцов студенческих отрядов покоряют азы профессионального мастерства в оздоровительных лагерях, настройках и торговых объектах. Об этом и не только прямо сейчас. Договоры о побратимстве у Бреста заключены с 34 зарубежными городами из 15 стран. Партнерские отношения поддерживаются 40 городами. За этими цифрами стоят реальные дела, которые позволяют выстраивать отношения в различных сферах. Сегодня можно привести десятки примеров плодотворных контактов в культурной, спортивной, торговой и строительной сферах. Встреча представителей продненных городов становится также площадкой для экономического развития регионов. Именно экономический вектор является приоритетным. Накануне в Брестском городском исполнительном комитете прошла встреча мэра областного центра Александра Рогачука с делегацией города-побратима Калининграда, представителями общественной организации региональной национально-культурной автономии «Калининградское землячество белорусов». Говорили о многом, в том числе и о народной дипломатии, о побратимстве, которое дает возможность чаще встречаться и выходить на новый уровень развития отношений. Об этом и не только в материале Лариса Осмолович. Многоплановая цель визита гостей с Прибалтийского Калининграда определила и суть встречи, состоявшейся в горосполкоме. Гости представляли как деловые круги города-побратима, так и общественную организацию «Калининградское землячество белорусов». Александр Рогачук на встрече подчеркнул, что Калининград занимает особую строку среди российских городов-побратимов Бреста, а их 13, поскольку самые эффективные отношения складываются именно с этим регионом. Во всех сферах и областях и статус побратимства выполняет роль своеобразной коммуникативной площадки. Побратимский статус, в принципе, это статус такой общественный, понимаете, но любая общественная площадка, это площадка для коммуникаций, прежде всего, субъектов хозяйства. Поэтому побратимство дает возможность чаще встречаться и выходить на горизонтальные отношения субъектов хозяйства. И то, что кажется сейчас просто личной дружбой руководителей, потом выливается в конкретные экономические взаимоотношения, соответственно, загрузкой наших предприятий. Да, действительно, благодаря налаженным взаимоотношениям, которые начались в сентябре 2009-го, экономическое взаимодействие Бреста и Калининграда выросло в разы. В 2018 году внешний торговый оборот составил около 6 миллионов долларов. Динамика наблюдается и в нынешнем. В январе-апреле внешний торговый оборот составил 1,6 миллионов долларов. Экспорт, основные позиции которого молочная, рыбная, лакокрасочная продукция, вырос более чем на 106%. Импорт на 107%. Здесь много факторов и субъективных факторов, потому что руководители региона выходцы из Республики Беларусь. И, наверное, сама география, то, что все-таки Брещено, Гродничено ближе к Калининграду. Поэтому вот этот визит, он носит такой многоплановый характер. Получается, здесь же и вопросы белорусской диаспоры, вопросы общественные, но и экономика, то, что присутствует в нашем предприятии. А с этой стороны торговые сети, естественно, это, опять же, экономика. Поэтому нормальные, хорошие отношения. Резервов для экономического взаимодействия немало. Эту тему обсуждали и в рамках визита Брещан в Калининград, который состоялся на прошлой неделе одним из результатов встречи. Стало подписание соглашения о намерениях между компанией Калинигсберг Трейдинг, Брестским ликероводочным заводом «Белалка» и Брестским горосполкомом. Хочу подчеркнуть, как Владимир Иванович сказал, у нас здесь сложились очень тесные, плотные и дружеские отношения. И господин Романовский, в общем-то, мы с ним тоже, точнее, не тоже с ним, а с Александром Владимировичем сложились изначально очень хорошие отношения. И думаю, что на долгие-долгие годы, сколько будем жить, столько будем работать и торговать. Поэтому хочу огромную благодарность выразить в этом отношении и, в общем-то, развивать. Мы действительно с данной компанией работаем на протяжении уже 18 лет. Это большой период. И за последние 5 лет наш товарооборот достиг уже миллиона долларов. Были разные сложные ситуации в наших отношениях, связанные не с нами, шами отношения. Это я уже говорил о том, что были всевозможные разного политического характера, факторы, которые влияли на то, что тороборот снижался, увеличивался. Это как раз взаимоотношения были России и Польши, когда снизился товарооборот. Но, тем не менее, отношения наши всегда остаются крепкими и братскими. И мы сегодня ищем новые формы сотрудничества. И сегодня уже будем обсуждать, каким ассортиментом, что расширить, чем еще предметно обсуждать и чем порадовать еще наших калининградских земляков. В Калининграде стороны договорились об участии Кёнигсберг-трейдинга 5 сентября во втором экономическом форуме городов-побратимов и партнеров Бреста. Это масштабное мероприятие посетят представители России, Украины, Польши, Германии и Нидерландов. Последние наши зарубежные встречи с зарубежных делегаций уже говорят о том, что у нас пошли уже точечная работа. Точечная работа подразумевает в заключении контрактов, в заключении договоров, в заключении и встреч именно субъектов хозяйственных в работе B2B. Надеемся, что на втором экономическом форуме городов-побратимов, куда съедутся со многих стран, помимо будет представительского уровня, а также будут непосредственно субъекты хозяйственных, которые заинтересованы именно в нашей продукции, в совместных производствах, в интересных инвестиционных вложениях в наш город Брест. Для этого сделано очень много. Участники встречи со стороны Калининграда в свою очередь отметили высокий потенциал Бреста в развитии экономических, торговых связей. Город колоссальных возможностей. Развивается город Брест очень активно. Особенно за последние несколько лет мы очень переросли хорошо в инфраструктурную составляющую, у нас очень хорошая логистика. Это же железная дорога, где можно переставляться в вагоны с узкой колейки на широкой колейки. Это логистика именно грузового транспорта. В настоящее время очень активно прорабатывается вопрос именно по аэропорту, который в ближайшее, надеемся, время он заработает на полную мощь, на которой есть возможность. Также у нас неплохо прорабатывается вопрос. Вроде бы у нас моря нет, но тем не менее мы прорабатываем и водные пути. Это тоже является одной из инфраструктурных составляющих. На встрече заместитель председателя Совета региональной национально-культурной автономии калининградское землячество белорусов Василий Елец рассказал о структуре товаров, которые приобретаются в Брестской области, логистике поставок строительных материалов. Занимаюсь поставками строительных материалов из Белоруссии калининградское. И причем 25 лет моей фирмы я ни одного контракта не имел ни с поляками, ни с литовцами, хотя бы не предложение. Ну и плюс я сам выходец из трагического района. Участники встречи пришли к обоюдному выводу. Для развития экономических отношений важно стимулировать бизнес, создавать условия для его успешного ведения. К тому же на мощной экономической базе значительно быстрее будут развиваться и культурные связи. Помимо встречи в горосполкоме, для гостей из Калининграда была организована обзорная экскурсия по городу, набережная, Советская и, конечно, посещение Брестской крепости. Наш визит, в первую очередь, связан с 75-летием освобождения Брестской области и города Бреста. Это основная наша миссия. Ваши программы посещения? Мы планируем посетить Брестскую крепость. Несмотря на то, что я сам в Брестской области, но уже давно не был здесь, поэтому посетить возложение венка в памяти погибшим защитникам Брестской крепости. Экономика, естественно, присутствует у нас, но все-таки, понятно, и белорусские корни, они дают свое, но сегодняшний наш визит, он больше связан именно с нынешним событием, которое предстоящее событие освобождения Брестской области. Лариса Осмолович, Павел Малашонок, Антон Луговкин. Специально для программы «Итоги недели». Перспективы развития белорусско-китайских отношений были в центре внимания на встрече с делегацией китайского города Хэфэй. Диалог, который состоялся между партнерами в городском исполкоме, должен помочь целому ряду экономических, торговых и бизнес-проектов в рамках регионального взаимодействия. Разговор получился содержательным и результативным, а региональное сотрудничество развивается стремительными темпами. По крайней мере, намерения белорусской стороны очень амбициозные. В 2019-м предприятия Бреста намерены поставить в Китайскую Народную Республику продукцию на сумму, превышающую 10 миллионов долларов. Региональное сотрудничество между Брестом и Хэфэй развивается не по нарастающей, а крайне стремительной. Это если описывать партнерство словами. А если цифрами, внешний торговый оборот в 2018-м составил 86,5 миллионов долларов. В прошлом году экспорт товаров в Китайскую Народную Республику был утроен, а по итогам 2019-го он уже вырос в полтора раза. Понимая спросы и перспективы сотрудничества, обе стороны выдвигают новые идеи. И нет, они уже не только на бумаге. От общих деклараций о намерениях Брестская сторона перешла к конкретным делам. Результаты себя долго ждать не заставили. Раньше это была улица абсолютно с односторонним движением. То есть мы только покупали копы в Китае и тогда ничего не могли продать. По прошлому году мы утроили наш экспорт в Китай и он составил уже без малого 10 миллионов долларов. Такие визиты, такие встречи, они способствуют именно конкретным поставкам продукции. Такие инвесторы, такие наши гости вызывают особый интерес, потому что они приехали с реальными деньгами и с реальными потребностями по заключению наших договоров. Ну а то, что продукция города Бреста востребована даже на далеком от нас китайском рынке, видите, это даже очень замечательно и комплементарно для нашего города. Эти переговоры состоялись не в узком кругу, сразу в расширенном формате. В составе делегации из Поднебесной представители компании «Хэфэйский универсальный магазин» презентуют одну из самых крупных торговых сетей в провинции, которая занимается оптовыми поставками. Цель приезда – выйти на прямые контакты с брестскими производителями. Наше правительство посчитало необходимым организовать группу представителей торгового бизнеса провинции «Хэфэй» и направить ее в Брест для развития тех контактов, которые были завязаны уже в последнее время и придания им более динамичного характера. Вчера во время визита мы посетили две главные торговые точки города Бреста. Сегодня во время визита мы посетили два ведущих предприятия города Бреста. И то, что мы увидели, убедило нас окончательно в высочайшем качестве продукции, в самых требовательных нормах, которые предъявляются, и стандартах, которые предъявляются вашей продукции. И абсолютно уверены, что она может продаваться во все страны мира, не только Китай. Наращивание экономических связей произойдет как минимум с четырьмя ведущими предприятиями города. Среди них молочный гигант Исавушкин продукт, Брестский мясокомбинат, Санта-Бремер и Брестский ликероводочный завод. Кстати, Брестская ликерка не только одно из крупнейших предприятий Беларуси, но и солидный мировой экспортер. Поставки осуществляются в 25 стран мира – Новую Зеландию, Чили, Канаду, многие страны Европы и СНГ. С КНР начали работать в 2016-м и за это время смогли значительно нарастить объемы поставок. Объем поставок, который мы сделали за 2016 год, это было 2 или 3 контейнера. Значит, по результатам прошлого года мы только с одной компанией фактически вместе отгружали один контейнер. То есть на сегодня у нас по работе с китайскими партнерами сегодня 5 контрагентов. Мы работаем и с Пекином, центральным Китаем, Шанхай, Гонконг, Чинчжо – основная партнерность компанией ЗИХ. И мы постоянно увеличиваем, наращиваем объемы. И то задание годовое, которое нам было доведено, и мы себе ставили по Китаю, мы фактически выполнили за полугодие. А вот Санта-Бремер вышла на китайский рынок только в прошлом году. Поэтому пока результаты торговли скромные. В западную провинцию поставлено всего 30 тонн мороженого. Но о том, что гармонизировать экспорт удастся, в компании никто не сомневается. Сейчас мы прорабатываем и готовы поставить более крупный пакет практически всего нашего товара, производимого на компании. Однако существуют вопросы, связанные с унификацией ветеринарных сертификатов. Этой проблемой мы сейчас занимаемся. Я думаю, что в скором времени это будет решено. Вообще, сотрудничество между Брестом и ХФМ начато не так давно. Всего два года назад был скреплен подписями договор о взаимодействии. В целом, Брестская сторона удовлетворена динамикой взаимодействия. Ведь на кону новый виток развития двусторонних отношений и весьма выгодные контракты. Виктория Нечаева, Олег Короткевич, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Что год грядущий нам готовит? С таким вопросом в администрацию Брестского горосполкома письменно обратились индивидуальные предприниматели и арендаторы торговых мест Брестского рынка. Ответ не заставил себя ждать. На этой неделе прошла встреча мэра города Александра Рогачука с обратившимися людьми. Также в разговоре приняли участие руководство облпотребкооперации и рынка, глава администрации Ленинского района Валентин Милошевский, главный архитектор города Николай Власюк. О судьбе Брестского рынка в материале Лариса Осмолович. Когда слухи и предположения не соответствуют действительности. О судьбе Брестского рынка в последнее время говорят много. Перенос в другое место не такое удобное и привычное. Полное закрытие в связи с реконструкцией. Люди додумывают ситуации и предполагают каждое свое. Ходят слухи, муссируются, что рынок будет закрываться. Нам интересно, когда это будет, на каких условиях мы сможем продолжать работать. То есть альтернатива, куда мы сможем перейти и возможность вернуться обратно. Мы хотели из первых уст услышать судьбу нашего рынка. То есть реконструкция, конечно, нужна. Рынок в плохом состоянии. Чтобы ликвидировать информационный вакуум, мэр города Александр Рогачук предпочитает встречи, проходящие в открытом формате. Уже первые слова руководителя города успокоили собравшихся. Рынку быть и никаких переносов не предполагается. Эту торговую точку ждет масштабное преобразование. Основным подходом в этой работе, где нужна будет и ваша помощь, я вам говорю официально, на камеру, записывайте на диктофон и все остальное. Является сохранение нашего колхозного рынка, как уникального торгового объекта, имеющего свою историю, уникального места, где можно купить экологически чистые продукции, естественно, в контакте с производителем и прочее. Это является базовым принципом при нашей этой работе. Судьбу старого автовокзала будем определять только в интересах всего вот этого квартала. И прежде всего, чтобы увеличилась проходимость или привлекательность колхозного рынка. Если что-то будет на месте старого автовокзала, то это должно быть магнитом, который приведет людей туда и заодно по дороге они зайдут на колхозный рынок. Это моя позиция. На взгляд руководителей города Брестский рынок выбивается из контекста масштабных преобразований, которые сегодня происходят в областном центре. Реконструкция будет, но никаким образом она не повлияет на закрытие торговых мест. Рабочие места сохранятся. Это необходимо индивидуальным предпринимателям, но прежде всего это нужно Брещанам. Ведь не только Восточный базар предполагает торг. Реконструкция будет поэтапной. Сначала закрытая купольная часть, затем зона открытой торговли и прилегающая к рынку территория. Мы идем по пути того, чтобы в ближайшие годы рынок изменил свое лицо. И сохранить все места, чтобы у людей было постоянное место, где они могут прийти, продать свои излишки. Индивидуальные предприниматели, чтобы могли развиваться, чтобы у каждого в семьях был доход. Прорабатывается несколько вариантов. То есть закрывать по секторам. Либо есть одно из предложений, существующий магазин цветы. Его приспособить под временное размещение данных групп товаров, которые находятся в куполе. Допустим, мясо, колбаса, птица, чтобы их переместить. Чтобы у людей все-таки средства для существования были. Ну и было все спокойно. Один из вопросов, на котором Александр Рогачук остановился детально, это увязка центрального рынка со старым автовокзалом. Необходимо из этого соседства извлечь максимальную пользу. В том числе, подчеркнул мэр Бреста, решить проблему дефицита парковочных мест. Прорабатывается вопрос, сделать парковочные места платными. Вот скажу откровенно. Мы проводили соответствующие исследования. Месяц ГАИ считали. Все остальное. Получается, какая ерунда. Отсутствие парковочных мест, свободных около рынка, демотивирует людей на посещение вашего объекта. Понимаете, в чем дело? Но половина, большая половина мест, которые заняты автотранспортом, это места, которые занимаются сами же торговцы рынка, приезжая сюда на рабочее место. Здесь такое немножко есть противоречие, да? Поэтому мы прорабатываем такой вариант, что парковка два часа бесплатна. Два часа бесплатно. Я думаю, за эти два часа можно спокойно погулять по рынку, а дальше уже соответствующая оплата может быть. Были и другие вопросы, но они уже касались более узких тем. Но уже сегодня можно резюмировать. Задача, которая стоит перед городской администрацией. И администрацией рынка комплексно благоустроить весь квартал, ограниченный улицами Куйбышева, Карбышева, Мицкевича и Пушкинской. Таким образом можно будет соблюсти три правила торговли. Надежно, прибыльно, комфортно. Собравшиеся оценили и открытость, и откровенность выступающих. Мы очень благодарны мэру города за такой красивый город. Город расцвел. У нас был очень красивый, а теперь совершенно красивый. Мосты эти, едешь, приятно, вокзал и так далее. Касаемо рынка тоже спасибо. Благодарим, потому что у нас ответ его и поддержка удовлетворила. Именно в чем? Благодарим. В том, что он сказал, что будет развиваться, дал достойную гарантию, точно конкретную гарантию о том, что он будет поддерживать, интересоваться и вообще интересоваться городом Брестом. Если даже нас будут интересовать вопросы какие-то, даже личные какие-нибудь другие, иные, или также касаемо рынка, он сказал, обращаться лично к нему. То, что иногда не хватает коммуникации власти и людей, я сегодня на этом убедился, понимаете. То, что власти кажется очевидным, не всегда является очевидным для человека, как мы говорим, простого человека. Это надо чаще выходить на прямые контакты, на общение. И тогда очень многие недоразумения будут просто уходить самим по себе. Я, в принципе, очень удовлетворен с сегодняшней встречей и хочу отметить высокую заинтересованность наших индивидуальных предпринимателей в развитии нашего города и видеть свой бизнес как часть развития всего нашего, как говорится, города Бреста. Это очень приятно. Нариса Смолович, Павел Малашонок, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Итак, Брестскому рынку быть, но в новом обличье. На данный момент приступили к определению архитектурно-планировочного задания всех необходимых расчетов, чтобы затем перейти к изготовлению проектно-сметной документации. На это потребуется длительное время. В градостроительных планах объединение территории колхозного рынка и старого автовокзала, создание квартала, который станет еще одной площадкой притяжения для горожан и гостей. Начальник управления архитектуры и строительства Николай Власюк обратился к Брещанам с предложением подавать свои идеи реконструкции будущего квартала. Вы смотрите итоги недели на БУК-ТВ. Продолжим разговор о рынках. Правильнее сказать, о торговле на рынках, несанкционированной. Тема эта актуальна круглый год, но летом она приобретает особую остроту. Вообще, в Брещане придерживаются двух диаметрально противоположных мнений. Кто-то является активным покупателем на своеобразных мини-рынках, которые, как правило, располагаются в шаговой доступности от дома, а кто-то не поддерживает уличную торговлю, объясняя, за ее качество ведь никто не отвечает. В свою очередь, санитарная служба борется с нелегальной торговлей с помощью рейдов. В один из них накануне отправилась и наша съемочная группа. У этой женщины вся продукция домашняя, заботливо выращенная на своем приусадебном участке. Ягоды, овощи и зелень брещанка Елена Дмитриевна в город привозит продавать со своей дачи. О правилах уличной торговли знает хорошо, строго их соблюдает. А потому неудивительно, что ее товар всегда берут на ура. Я сама выращиваю это. Ну, на сегодня, скажем так, у меня немного, но выращиваем и петрушечка, укропчик, лучок, смородинка, красная, черная, малина. Вот и завтра привезем малинку. Вот такая своя, на своем огороде соблюдается санитария. Это не на земле, у нас прилавочек. Мы всегда следим за чистотой и порядком прилавочка. Накрываем его вот такими салфеточками. Стараемся всегда убрать. Конечно, для нас и от дождя хорошо. Впрочем, на улице Янки Купалы торговля идет полным ходом. За специальным оборудованным навесом, стройным рядком, выстраиваются пенсионеры продукции на любой вкус. Свежий репчатый зеленый лук, петрушка, первый молодой картофель, баночки голубики, смородины из спелого крыжовника. Продавцы уверены, овощи и ягоды прямо с грядки гораздо вкуснее и полезнее. Сергей Серафимович привозит дары огорода из чернавчиц. В день может продать до 70 килограмм картофеля. Многие сюда и приходят специально. Даже машины проезжают мимо, останавливаются. Не едут в магазины большие, допустим, а тут, ну, знаю, что тут все свежее, все с огорода. Оно не без, по минимуму, этих всяких пестицидов. В некоторых местах дары природы предлагают практически земли. Это строго запрещено, равно как и реализация товаров, привезенных из Польши или Украины. С целью исключения такой торговли по инициативе администрации района, в депутатского корпуса и санитарные службы проводятся специальные рейды. Своевременно проводится разъяснительная широкомасштабная работа с профилактической целью. Выдаются листовки и памятки. Ну, а при повторных, конечно, нарушениях одного и того же физического лица принимаются меры административного воздействия в рамках компетенции. Также для реализации плодово-овощной продукции, выращенной на собственных участках, оборудуются дополнительные торговые места с оснащенными стеллажами, навесами и местами для сиденья. В этом году в Бресте дополнительно создано 108 мест, в области – 52. В городе Барановичи, в Каменецком, Лунинецком районе данная работа проводится другими заинтересованными службами и ведомствами практически на каждой административной территории. Виктория Нечаева, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Итоги недели. Планом мероприятий, утвержденных распоряжением президента Беларуси по подготовке к тысячелетию Бреста, предусмотрена реконструкция существующих, а также появление на карте новых медицинских объектов. Уже была введена в строй пристройка к приемному отделению городской больницы. Скорая медицинская помощь открыл свои двери для неизлечима больных хоспис, приросла новым медицинским учреждением под станцией. Скорая медицинская помощь – заречная часть Бреста. Официальное открытие этого объекта произошло в день города год назад. С его появлением качество и доступность оказания помощи в Бресте значительно улучшилась. Особенно эффект от появления медицинского учреждения ощутили жители заречного района города и близлежащих населенных пунктов. О том, каким стал первый год работы новой подстанции, расскажем прямо сейчас. Медики, работа которых остается в большинстве случаев за кадром. Они подбирают слова, когда слышат по ту сторону трубки горе. Первыми прибывают к людям, которые находятся в тяжелом состоянии, а после каждую секунду держат руку на пульсе в прямом и переносном смысле. В Бресте на страже здоровья 33 бригады медиков работают в четыре смены круглосуточно. У нас территориального разделения по городу нет. Мы, конечно, диспетчер отдает предпочтение по территориальному, конечно, принципу, но такого разделения нет. Если нужно, то бригада едет куда угодно и как можно быстрее, где бы она ни располагалась. У нас есть нормативы доезда. И доезд по городу – это 15 минут, а доезд в сельские районы – это 30 минут. Набрав 103, бригада медиков долго себя ждать не заставит. Врачи готовы выехать по вызову любого уровня сложности. За сутки обслуживают от 100 до 300 вызовов. А чтобы ни один звонок не остался без ответа, ежедневно на горячей линии заветных цифр 1-0-3 трудятся 28 диспетчеров. Телефоны звенят каждые 2-3 минуты. Это стандартная ситуация. Скорая помощь. Десятый диспетчер. Здравствуйте. Диспетчер Татьяна Семельянова каждый день старается сохранять спокойствие в разговоре с пострадавшими. За плечами 33-летний опыт работы в бригаде скорой. Конечно, стресс. Особенно, когда звонят экстренно. Там кто-то умирает, дети или молодые люди, или аварии. За каждый вызов переживаешь и каждый вызов через себя пропускаешь. Немалую роль играет GPS-система. Она следит за каждой машиной. На экране монитора в диспетчерской видны все автомобили. Такой подход позволяет оперативно реагировать в случаях, если машина не может найти нужные адресы. Конечно, отлично дисциплинирует. В первую очередь, скорая должна прибыть к экстренно больным. Вообще, бригады выезжают с разным составом врачей. Где-то пациенту помогают фельдшеры, где-то узконаправленные специалисты. Бывает, когда приезд скорой и вовсе не нужен. В таких случаях приходит на помощь дежурный врач-консультант. Диспетчер при приеме и вызовом имеет право передать мой номер телефона, чтобы я мог проконсультировать человека по телефону. Я выясняю состояние здоровья, анамнез, так называемый, то есть, чем он болел ранее, какие медикаменты он принимает. После этого я по своему опыту, так сказать, принимаю решение, рекомендую ему тот или иной вид лечения. Это огромный опыт, с которым можно поделиться не только с сотрудниками, но и дать хорошие рекомендации населению. И даже в связи с этим мы видим, что количество обращений в скорую помощь не уменьшается, оно остается на прежнем уровне, но количество выездов за счет консультаций у нас уменьшилось. У нас буквально, наверное, ежемесячно, начиная с января месяца, порядка 800-900 консультаций проходит в месяц. Кроме кабинета консультанта, центральная диспетчерская служба, здесь есть собственный пункт хранения и заправки кислородных баллонов, комната отдыха, административный корпус, аптечный склад и отапливаемый гараж. Медикаменты должны выдерживать определенный температурный режим. Словом, на площадях размещено все необходимое, и это не случайно. Сегодня станция больше не является структурным подразделением городской больницы скорой помощи. Министерством здравоохранения утверждена концепция развития скорой медицинской помощи всей нашей страны, которая предусматривает отделение вообще скорой помощи на республиканском уровне. Ну и первым шагом к продвижению этой концепции было отделение нас в отдельное юридическое лицо. С 28 декабря прошлого года мы являемся отдельной структурной единицей города Бреста. Плюсов, конечно, масса. В первую очередь это экономические плюсы. Следующим этапом развития в плане этой концепции – это переход на областной уровень. Резюмируем эффект от появления на городской карте нового объекта подстанции. Скорой медицинской помощи хорошо ощутили как жители Бреста, так и медики. Виктория Нечаева, Олег Короткевич, Антон Луговкин. Итоги недели. Лето в самом разгаре. Брестские студенты наслаждаются долгожданными каникулами, набираются сил перед новым учебным годом. Однако среди них есть и те, кто отдыху предпочел труд. И таких примеров немало. 900 юношей и девушек в Брестской области работают в летнее время. Желание не сидеть без дела вызвано стремлением обрести опыт в будущей профессии. Всего сформировано 74 отряда. Молодые люди уже давно получили путевку в трудовое лето и сегодня активно работают. Где и как, узнала Юлия Селюк. Студенчество – самая лучшая и незабываемая пора в жизни любого человека. Это начало этапа нового взрослого пути, который таит в себе массу интересного и неизведанного пути, когда молодые люди начинают вносить свой вклад в процветание и социально-экономическое развитие страны. Постигать профессию на практике студенты начинают благодаря третьему трудовому семестру, активная фаза которого началась еще в мае. Пристальное внимание уделяется именно работе и формированию студенческих отрядов. Сегодня у нас сформировано 74 студенческих отряда, работает 924 ребят. Достаточно неплохо мы сработали именно в строительной отрасли, где работает 35 студенческих отрядов. Впервые у нас работают студенческие отряды, их 22 именно в сервисном обслуживании. А также 17 отрядов работают у нас именно в педагогических подразделениях и так далее. Впервые в этом году студенческие отряды работают на Космском замке. Работают ребята в студенческих отрядах у нас именно в торговой отрасли, что тоже очень приятно, потому что, как правило, сформировать отряд из 10 человек и отправить их именно в торговую отрасль – это очень сложно. Действительно приятно осознавать, что Брестская молодежь умеет и хочет работать. Для молодых людей попробовать свои силы в получаемой профессии – отличный повод закрепить знания и умения, приобретенные в учебных заведениях практическими навыками. Студентка второго курса социально-педагогического факультета Брестского государственного университета имени Пушкина Екатерина Антипорук – будущий психолог. Работа воспитателем в лагере «Верба» напрямую связана с взаимодействием с детьми. Уверена, это бесценный опыт, который ей пригодится. Зачем сидеть дома? Если можно как заработать денег, так и по своей специальности потренироваться. Интерактив с детьми суперский, то есть мы начинаем какие-либо проблемы решать, собирать. У нас коллективные какие-то мероприятия проходят, собрания, планерки, мы решаем проблемы. Мы хлопаем, аплодируем друг друга за то, что мы где-то победили, где-то даже если мы провалились, мы все равно поднимаем детям настроение. Я хочу поблагодарить БРСМ за эту возможность, в которую нам выпала, попасть в педагогический отряд, тем более такой отряд, как «Лидер». Этот отряд уже ездит с 2013 года в этот прекрасный лагерь «Вербу». Мы тут, так как мы тут работаем, мы зарабатываем деньги, и исполнится моя маленькая мечта – это поездка за свой счет на море со своими друзьями. То есть мне это будут просто шикарные эмоции. Я, во-первых, здесь не работаю, я здесь отдыхаю с детьми. А еще плюс к этому я заработаю денег и поеду на море. То есть это вдвойне приятно. Благодаря различным акциям, проходившим на протяжении года в Брестском государственном университете имени Пушкина, проявили желание работать в летний период после окончания сессии сотни студентов, большинство из которых трудится в педагогических отрядах. У нас даже такая есть негласная традиция, что БРГУ имени Пушкина предоставляет педагогические отряды. Ну, на самом деле, я говорила, у нас разные направления, но большинство, да, у нас педагогическая направленность. Многие студенты имеют опыт не только прохождения педагогической практики и освоения себя как будущего профессионала в этой области, проверить свои силы, готов ли он дальше трудиться в этом направлении. Но также очень много студентов повышают свои коммуникативные навыки, организаторские способности, реально пропитываются этим духом оптимизма. Дети дарят вот это ощущение радости и каждодневной заботы, они превращаются в маленькие, но победы. И это те же самые шаги успеха, как и педагога, как и личности в целом для дальнейшего жизненного пути. Не меньшим спросом и популярностью пользуется строительный отряд. Трудоустройство в этой отрасли привлекает юноши работать слаженно, четко и сообща, несмотря на трудную работу. Об этом говорит и студент третьего курса Брестского государственного политехнического колледжа Максим Чернышев. Он отмечает дружественную атмосферу в коллективе – залог выполнения обязанностей на все сто. Работа в строительной сфере будущему мастовщику, несомненно, пригодится. В мои обязанности входит класть плитку, установка бортов, подготовка, естественно, все под это. Проще говоря, я занимаюсь благоустройством. Эта работа меня учит тому, что, во-первых, она учит хорошему отношению с людьми, так как здесь главное – это слаженность, потому что если кто-то что-то будет делать не так или филонить, то довольно будет неприятно. Для ребят работа в студенческом отряде – это как возможно подзаработать какую-то свою копеечку, так и найти новых друзей, обрести какой-то свой коллектив, сдружиться, ну и также проводить вместе не только рабочее время, но и после работы. Сельскохозяйственные, строительные, сервисные, педагогические, а также экологические отряды. Заявки на трудоустройство подают как студенты, так и подростки, не достигшие совершеннолетия. Работу в различных организациях и на предприятиях смело можно назвать обоюдовыгодной. То есть юноши и девушки приобретают опыт, а работодатель – перспективных молодых специалистов. Постараемся сделать так, чтобы наши студенческие отряды, наши ребята в каникулярный период смогли в первую очередь получить опыт, во-вторых, конечно, заработать свои первые деньги, но в-третьих, конечно же, использовать эти навыки, которые они получили и в дальнейшей своей жизни после окончания тех или иных учебных заведений. О том, какие моменты запомнились ребятам больше всего, почему вместо отдыха они предпочли трудиться, мы обязательно расскажем и покажем в репортаже. Результаты третьего трудового семестра будут подведены осенью. В ближайшие дни на территорию Беларуси продолжит поступать неустойчивая воздушная масса с севера Европы, так что рассчитывать на тепло не приходится. Сохранится неустойчивая погода с температурным фоном на 3-5 градусов ниже климатической нормы. В воскресенье в Бресте день будет отмечен переменной облачностью без осадков. Утром возможен кратковременный дождь и слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный. Минимальная температура в ночные часы 14-16 градусов, максимальная в середине дня плюс 22. В понедельник, 15 июля в Бресте будет наблюдаться переменная облачность. День пройдет без дождей. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер северо-западный поменяет направление на северный умеренный в течение дня. 11-13 градусов, температура ночью 20-22 градуса днем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова